здравствуйте друзья канал провинции снова приветствует вас сегодня я решил ответить на некоторые ваши вопросы на вопросы своих подписчиков короче говоря на один вопрос который мучает вас и имею ли я право или мы наши сторонники давать советы всяким бойцам боксером профессионалом можем ли мы это делать а если можем то по какой причине сейчас я вам объясню для этого садимся друзья поудобнее мои сторонники подписчики садятся передо мной у экранов а всякие ублюдки и лизуны ну где-нибудь слева в уголке там кучки взбейтесь вас очень мало но вы вы все равно нам нужны для того чтобы послушать ну лизуны кто такие ребята вы наверное видели мультфильм про маугли там был шархан потом рядом с ним бегал такой шоколенок не помню как звали его у которого всегда подлизывал этого шархана там шестерил все вот это они и есть это те люди которые портят всем настроение которые вот этим профессионалам великим бойцам там около них не могут ничего против сказать никому только за только за потому что они трусы конченые ну а теперь главное можем ли мы давать советы но немножко себе друзья так как некоторые интересуются кто я что я ну первый раз когда я начал заниматься боксом это после армии бокс конечно я любил и до армии это было еще в советские времена но бокса никогда у нас провинции друзья не было поэтому мы просто одевали перчатки и били друг другу в лицо так скажем у кого как получалось но затем после армии получилось поступил в институт как раз в советское время было все нормально институты все работали по направлению там начал заниматься боксом прозанимался где-то полтора года и как раз заканчивался друзья советский союз и началась разрука там я выполнил кмс кандидата мальцира спорта после года очень легко довольно таки затем значит организация от которой я поступал бурение развалилась у нас здесь начались 90-е пришлось значит зарабатывать как-то деньги но бокса так и не было а бокс я любил друзья мои любили также продал продолжали заниматься изучать его ну так так как у меня есть были какие-то уже навыки все-таки кандидат мастера спорта в то время значит я давал какие-то советы ну и сам учился конечно изучал бои майка тайсона всех великих бойцов формана увлекался это было для меня как хобби друзья и конечно возможности не было заниматься очень хотелось поэтому приходилось только изучать и практиковать искать искать какие-то искать какие-то стили подходящие для того чтобы победить того или иного бойца конечно приезжали боксер саратов мастера спорта ну если я конечно можно говорить много как я их побеждал и так далее но это не имеет значения потому что каждый может также говорить про себя поэтому я не буду об этом говорить кто меня знает местные ребята они не дадут соврать дальше работа у нас постоянно значит зарабатываем деньги возможности нет до сих пор до сих пор ребята нету возможности у нас куда-то выезжать нашим бойцам так как деньги не выделялись никогда бокса нет до сих пор у нас один парень спасибо ему начал что-то года два он наверно устроился спортивную школу но с этой нищенской зарплаты вам что-то два года попробовал соревнования начали проводить здесь немножко участвовали уже молодые ребятишки ну так как зарплаты нет ребята естественно он все бросил и начал заниматься своим делом бизнесом поэтому опять сейчас ничего нет поэтому пришлось вот своими руками для себя что-то построить и как-то заниматься потому что выхода другого у нас нету можно ли мы давать советы друзья ну возьмем пример каздамата знаете такого да тренера мать майка тайсона он значит вообще нигде не учился ничем не занимался в отличие а в отличие от нас в отличие от меня потому что у меня закончил я кубанскую академию физической культуры все-таки есть высшее образование еще могу тренировать любые виды спорта борьбу бокс кикбокс все изучали друзья так ну и вот на чем остановились а у него не было ни высшего образования ничего и все-таки смотрите какого бойца человека воспитал майка тайсона своим умом но майк тайсона это великий боец но это боец того времени сейчас друзья я стиль конечно уже не прокатит изучая вот эти переходные моменты когда люди поймут поняли что тайсон опасен только в первых четырех раундах они начали доводить сначала время до поздних до 12 раундов и там уже по моему дуглас начала расправляться с ним но на тот момент на тот момент в то время бокса конечно это был самый изумительный стиль когда люди уже выходили уже боялись его его мощи и думали что она это мощь будет продлеваться все 12 раундов но этого не было потом только раскусили можем ли мы давать советы друзья советы можно давать любой но выполнять их это решать тем кому дают советы друзья почему я начал советы давать по боксу потому что бокс это хобби еще раз повторяю боль более я его люблю чем другие виды спорта хотя сейчас уже смешные единоборства начали уже наше наше время поэтому будем будем комментировать и смешные единоборства там все-таки борьба а борьбу мы изучали греко-римскую самбо изучали борьба бокс так что комментировать тоже будем сашу слеменка и других наших бойцов а некоторые издачи задают вопросы почему ты споришь там он же мастер спорта так у него мастер спорта что такое мастер спорта человек который нет высшего образования который не может давать советы потому что он думает однолинейно думает в одном направлении вот есть у него вот этот стиль у бойца допустим работает он на дальней дистанции выполнил он там мастера спорта там элькона ясника выполнил и все он только рассуждает что нужно работать именно так он не ищет никаких других вариантов поэтому не может давать советы друзья чтобы давать совет надо изучить весь бокс все стили бокса дальше опять говорят вот такие бойцы как ковалев там еще то 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 к примеру они говорят так а ты говорят так а ты говоришь так вот так ковалев допустим с головкину два друга правильно они все в одной команде саша по веткинг там как они друг по другу могут что-то говорить негативное но не то что негативно допустим можешь сказать ковалеву ну ты неправильно боксируешь ты немножко изменись ты сделай вот так никто же вы не да все о ковалев молодец пока не проиграл саша по веткинг о саша на высоте саша ты лучший они только вредят нашим бойцам вот эти люди вот эти там нет бы сказать ошибки саш ну ты не стал лучше ты такой же сейчас понимаешь ты такой же у тебя прибавилось только вот этот боковой с прыжком все как ты дальше собирайся допустим боксируешь всем же джошу нет они около него саш ты прекрасный саша конечно расслабляет он думает это действительно так на самом деле посмотрите есть какие изменения как он с хуком боксировал так и сейчас боксирует и это докажет конечно только только тот поединок который там допустим будет с таким бойцом как кличко или джошу нет бы сказать сани надо менять стиль понимаешь надо бороться в ринге надо заходить в ближний бой там что-то навязывать какую-то борьбу надо с этим как-то нет нет боксирует точно так же как и боксирует в 10 минут от напрых только появился вот от этих людей ребята только беда нашему боксу нашим бойца поэтому мы с вами будем говорить правду мы будем давать совет а будут они пришлось прислушиваться или нет это их и дело и мы имеем это право так что еще друзья вот вкратце я описал ситуацию я кто такой значит как занимался и и даже когда вот у меня случилось несчастье сгорят дом у каждого бывает такое так первое что я сделал друзья собрал вот эти кирпичи обуглившись и построил спортзал вот этот спортзал который как-то прокармливал меня мою семью потихонечку еще меня удивляет то что вот некоторые ублюдки вот эти вот ну не буду ругаться матом хотя хочется такие оскорбления делают в наш адрес вот вы тракторист там хренов ты колхозник там недоношенный ну я так мягко говорю так этих этих сволочей вот эти трактористы как мы вот эти колхозники кормят хлебом пашут с утра до вечера потом еще ходят в спортзал какие-то силы набирают какие-то полчаса умудряются позаниматься и снова бегут в семью делать какие-то свои дела там убирать скотину еще что-то делать а эти ублюдки жрут к этот хлеб и еще умудряются говорить что-то против твари вот взять одну булку одну в рот засунуть одно в другое место блять и пусть он прыгает на этой булке до конца своих дней зла не хватает в ринг у вас кого-нибудь из них до 12 раундов без перерыва зла не хватает ну ладно друзья вот такие дела у нас подписчикам большое спасибо что вы с тобой вместе что вы с нами никого не бойтесь делайте комментарии делайте комментарии давайте советы блин кто бы вам что не говорил вместе мы друзья сила поэтому всем счастливо подписывайтесь на наш канал провинции все будет нормально дальше всем пока а